МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Станция «Стрелка» – проходческий щит уходит в подземное плавание. Дом независимости, в нем соединились технология и характер человека. Новая архитектура – то появятся объекты, то растворятся. Смотрите в телевизионной программе «Строй». Четверг, пятница, суббота, вторник, в субботу утром 9.10. Здравствуйте! Вы сейчас видели картину строительной площадки станции метро «Стрелка». Там идут самые интересные дела. Но мы сегодня успеем еще рассказать одну очень жизненную историю о том, как человек строил себе дом на принципах максимальной автономности. Покажем необычную архитектуру, которую предлагают для Нижнего Новгорода. Но прежде всего, конечно, метро. 22 декабря там в торжественной обстановке был дан старт проходки первого тоннеля на перегоне к станции «Стрелка». И это знаковое событие. Строительство метро переходит в новую, качественно другую стадию. Смотрим репортаж Марии Тяжеловой. На площадке строящейся станции «Стрелка» разворачивается действие запуска в работу проходческого щита. Он должен пройти под землей всю трассу перегона до станции «Московская» длиной 2 километра. Проходческий комплекс стоит на стартовой площадке, как у причала. И все похоже на то, как провожают корабли. Строители, они суеверные люди. Разбили шампанское, побросали туда жетоны от метро. Мы сейчас пошли по этому непростому пути. Два с лишним километра. Туннель, причем туннель сложный. Он и не прямой. Довольно-таки есть серьезные радиусы. И кроме этого, есть серьезные заглубления до 40 метров. Но щит обладает всеми и навигационным оборудованием, который сам определяет точность проходки. Огромный сложный агрегат, изготовленный в Германии на заводе знаменитой компании «Херингнект», начинает продвижение на линию трассы. Комплекс, который полтора года изготовляли, налаживали три месяца, на сегодня пущен в работу. Сегодня он начал движение в сторону портала, в который он войдет буквально через 2-3 суток. Вы видите, насколько медленная скорость у него и насколько медленное вращение. Это те рабочие параметры, на которых он будет работать. Два километра тоннеля щит будет проходить в течение года. Ему предстоит работать без выходных и даже без перерывов на обед. Не останавливаясь, щит будет пробираться среди песков, намытых на стрелке двумя большими реками. В некоторых местах грунты сильно обводнены, и комплекс будет идти как подводная лодка. В мае будущего года из Москвы в наш город прибудет и начнет прокладку второго тоннеля еще один проходческий комплекс. Оба щита пройдут по сложной траектории. Тоннели должны сделать поворот в районе Канавинского моста. Сегодня одновременно работы ведутся на четырех строительных площадках. Сооружается приемочная камера в районе улицы Марата, куда придут проходческие комплексы, а также две веншахты для вентиляции тоннелей. Строится станция «Стрелка» и подземный пешеходный тоннель Домещерского бульвара. Такое строительство давно уже ожидалось, и мы готовились к нему. Но, сами понимаете, для того, чтобы график выполнить, нужно состыковать тысячи людей. Я думаю, что мы с этой работой справимся. Ну, а эффект этот очень большой. Вот сегодня для того, чтобы с Мещер добраться до Московского вокзала, нужно потратить около 30 минут. Вот после ввода станции метро 5-7 минут. А потом со станции Московская наверх еще 5 минут, и ты уже в центре города. Поэтому, что бы мы ни говорили, эта работа чрезвычайно важна и для чемпионата мира, и для последующей жизни города. 22 декабря началась трудовая деятельность проходческого счета по имени Татьяна. Завершить прокладку тоннеля до станции Московская он должен в январе 2017 года. Потом ему предстоит работать еще на многих стройках. Возможно, ими станут новые станции метро в нашем городе. Оперный театр, станция Синая, Волга. Но это будет уже другая история. Итак, строительство нового участка метро до станции Стрелка перешел в новое качество. Задел строителей столь велик, что остановить стройку было бы уже полным безумием. Тем более, что проходческие щиты задним ходом не пойдут. Но надо сказать, что прокладку тоннелей до станции Стрелка начинают во второй раз. Проходческие щиты уже двигались в этом направлении. Много лет тому назад это было в конце прошлого века. И небольшой отрезок тоннелей после станции Московская был выполнен. Он существует. Наша съемочная группа в свое время побывала там, где встали старые проходческие щиты. Это вы сказали, что это Титаник-то, да? Я сказал, да, что это можно сравнить, как Титаник утонул в Атлантийском океане, так и здесь эти щиты огромные тоже остались здесь в песках. Этот проходческий щит успел поработать на автозаводе, потом на перегоне к станции Буревестник, и вот обрел свой вечный покой в неоконченном тоннеле Нижегородского метро. Чтобы добраться туда, где остановились щиты метростроевцев, нужно спуститься в тоннель под землю и потом идти там под землей пешком. Тоннели заключены в сплошную оболочку из чугунных тюбингов. Снаружи стен плывучие пески, обильно насыщенные водой на слиянии океи Волги. Тоннель ведет прямо к стрелке. По сути, здесь перекресток путей. Одна пара тоннелей уходит на мост через Волгу в Нагорную часть, другая пара на ярмарку, на мещеру. И здесь еще должны разворачиваться поезда, приходящие из Сормова. Сейчас тоннели остановлены, но бросать их без внимания нельзя. Самый неотложный вопрос – это сохранение сейчас в целостности, сохранность этих тоннелей. Ввиду того, что если мы отключим скважины, то по этому тоннелю пойдет вода в действующую уже станцию Московской. И может, так сказать, затопить непредвиденные, там уже, может, какие-то... Что говорить? Вода в метро пойдет, да? В метро пойдет. И не то, что пойдет. Она выше диаметра, так сказать, тоннеля будет стоять. Денег, которые потрачены на защиту недостроенных тоннелей, наверное, бы уже хватило, чтобы закончить перегон и начать строить станцию. При этом про воду, в отличие от оставленного щита, забыть нельзя. Насосы в водопонижающих скважинах работают, не останавливаясь, круглые сутки. И так вот уже 8 лет подряд. Был ли какой-нибудь момент, чтобы насосы отключили? Был момент такой, что здесь какое-то время насосы не работали, и вода быстро поднималась. Уровень воды быстро дошел, примерно метра на полтора поднялся. И местную откачку мы не могли включить, и поэтому делали такие плоты. Плавали здесь? Да, плавали здесь. Если не качать, то представь себе, весь этот тоннель затопит водой. Весь тоннель полностью. То есть уровень воды по поверху этой шелыги идет. То есть поверху этого тоннеля. Такое не приснится даже в страшном сне. Представьте только на минуту, как во время паводка воды Аки устремляются по тоннелям метро в сторону Сормова и на автозавод. Это задача номер один. И наша проблема номер один – вода. Вот в этих условиях, где мы сейчас идем, в районе Аки, и вот Болга недалеко, здесь грунты очень насыщенные. Две такие огромные реки, они просто так не могут течь? Да, и мы рядышком здесь несколько, там метров 200 от них. Получается вывод один – строительство метро можно только начать. Остановить его нельзя. Нижегородцы не подозревают, что за этой маленькой дверкой находится завтрашний день Нижегородского метро. Конечно, сейчас картина в тоннелях уже другая. Там идет работа по подготовке к приходу новых проходческих счетов, которые будут двигаться со стороны станции «Стрелка». Но мы показали этот сюжет, чтобы вы лучше понимали, что прокладка метро в районе слияния двух огромных рек Аки и Волги – задача очень серьезная. Продолжим после окончания блока рекламы. Вы смотрите телевизионную программу «Видеожурнал «Строй». В первой половине выпуска мы рассказывали о строительстве метро. Сейчас будем говорить о доме. Нынче, в декабре, у нас, в России, идет дождь, под ногами зеленеет трава, а мы снимали свой сюжет, когда вовсю шел снег, и хозяин дома испытывал новую систему отопления. Она у него полностью автономная, и это не только технология, но и особый характер нашего героя. Добрый день! Кого я вижу? Это вот все, каждый день такой зарядкой вы занимаетесь. После каждого снегопада. Здравствуйте! Здравствуйте! Дом Вячеслава Селина стоит интересно. Не в деревне и не в поле. Неподалеку – березовая аллея. Вокруг дома – обширный сад. Когда-то здесь была деревенская школа, где учился Селин. В 88-м году он, строительный инженер-гидротехник, вернулся в родное село. Не хотелось мне именно в саму деревню. Ну, не знаю, там склоки бывают между соседями. А здесь меня стало. Я был вообще один. В 90-м году начала стройка, тут вообще было голое поле. Ну, тут немножко вот пришкольный лесок был. Его уж потом вот начали сносить, когда начала стройка кругом. И вот я был первооткрывателем этого поселка. За мной вот уже 15 домов построили. Только внутри понимаешь, что дом Вячеслава Селина просто огромный. В нем можно путешествовать круговыми маршрутами, подниматься с нижнего уровня на мансардный этаж. А ведь все это построено в прошлом веке, в советские времена. По тому году, в 88-м, еще страшно было вообще такой дом строить. Потому что могли бы это брать. Тем более там двухэтажный бысер. Поэтому я выбрал именно мансардный дом. Замаскировать второй этаж. Да, второй этаж замаскирован. Строительство дома в 80-е годы – это целая эпопея. Приходилось ночевать на кирпичном заводе, чтобы попасть в очередь на отгрузку кирпича. Знакомый гаишник помог купить двери. Их потребовалось 20. И оконные блоки – 17 штук. Но начиналось все с фундамента дома. Трудно было понять, на чем дом стоит. Это ленточный фундамент, столбы, там, сваи. Свойное поле? Именно сваи, но лежа. На сваях. Интересный вариант. На сваях, но лежа. То есть вы... Привет моему другу, приятелю. Он там побеспокоился. Помог. Он заказал там ребятам, которые строили возле НИИСа. Там какой-то огромный был, огромная стройка. И там эти сваи забивали и рубили любой длины. Вот он заказал мне для... И мне привезли 12 самосвалов, кразов. Этих сваи? Обрезаны. Ага, обрезков. Ну, они есть и шестиметровые, там были и трех, и двух. Всякие, в общем. И все они у меня ушли. Это пояс получился из этих кусков сваи? Да, да. Причем я клал эти сваи друг на друга, пересыпая их песком. Спустившись в подвал, конструкцию фундамента, сваи, лёжа мы уже не увидели. Зато обнаружили богатую коллекцию отопительных котлов всех систем. Ну, у вас полный арсенал отопления. Керосиновый, угольный и газовый. Дом надо было меньше строить. Сейчас дом обогревает газовый котёл. Но до него Селин испробовал всё остальное, в том числе отопление углём. Занятие для настоящих мужчин. Я зиму, да, работал как качагар. Сколько сюда входит угля? Ну, четыре с половиной тонны. Больше я пока не пробовал. Сейчас главный запас топлива для дома находится не в подвале, а в саду. Осенью мы показывали, какая там шла работа. Газопровод в Зубаниху не пришёл, а вот газовая ёмкость приехала. Это основа систем автономного газоснабжения, который выпускают у нас в области в городе Кстове. Селин один из первых смонтировал такую систему для собственного дома. В октябре залил в неё сжиженный газ, три с половиной куба. И вот прошла зима. Снимается крышка? Снимается. Это объём ёмкости вот здесь вот, да, можно посмотреть? Уровень, объём можно только по графику. Что-то 70, это 70? 70 процентов ёмкость заполнена по высоте. 70 процентов? А что так много? Потому что вчера только заправлял. Не, не вчера, в понедельник. Это ещё одна глава в истории независимого дома. Первая зима с автономным газоснабжением. Ну, это вот газ уже из системы идёт, да? Это не баллон, я надеюсь? Нет. В чём сейчас разница? Ну, в том, что я каждый день не думаю, не кончился ли газ в баллоне, не пора ли заменять его, если он в запасе есть. А то ещё надо дождаться, когда приедут, вызовут надо. Когда в саду зарыта цистерна сжиженного газа, жизнь будет спокойной. Но у Вячеслава Селина всё оказалось сложнее. Он для большого дома купил котёл всего на 17 киловатт. В общем, газа хватало. А мощность котелка можно было бы удвоить. Излишнесть поначалу было давление, отрегулировали вроде бы. Но когда давление... То есть не то, что давления было мало, а его было больше, чем нужно, да? И регулятор там почему-то не справлялся. Регулятор на системе. Там, на резервуаре. На резервуаре. То есть котёл с резервуаром не дружил вначале, получается. Да, да. Все первые месяцы Селин регулировал и отлаживал с мастером газовый котёл. Сама газовая система отработала без срыва, что обеспечило полную топливную автономность этого независимого дома. Вот такая история, во многом поучительная, очень любопытный жизненный опыт. А мы сейчас обратимся к теме просто фантастической. Речь пойдёт о необычной архитектуре. Накануне Нового года мы решили немного помечтать. Этого известного московского архитектора хорошо знают по высоким результатам на международных фестивалях Арх Москва и не только. Козырь – непревзойдённый мастер интерьерных решений, автор знаменитой самолётной квартиры. Однако для видеожурнала «Строй» он предоставил проекты совершенно другого направления, создавать которые ему помог художник Сергей Пономарёв. Соединив свои усилия, эта группа предлагает проекты в концепции архитектуры «Миражей». «Миражи», на самом деле, которые мы все, как бы, приняли, считать, что это некая такая аморфная штука, а на самом деле они очень архитектурные сами по себе. То есть там вот в этом фильме будут кадры реальных «Миражей», которые он снимал в море Бофила, когда путешествовал. То есть «Миражи» можно снять? Вот он снял её на камеру. И мы, как бы, вдохновляясь этими «Миражами», которые, как бы, исчезают, появляются, да, на основе этих «Миражей» придумали два музея. Один музей для биеннализ современного искусства в Антарктиде, который вот у нас мечтали сделать. Вот. А второй музей, он может быть в любой акватории, даже вот вашей, например. Вот сейчас, вот, смотрите, это вот «Мираж». Сейчас так раз, и появится, появится, о, элемент. Бац! То есть вот абсолютно такая мистическая штука. Вот. И один музей – это, как бы, он представляет собой три куба. Каждый из этих кубов – это состояние воды, да. То есть это лёд, пар и, естественно, жидкое состояние. Вот. И он представляет из себя платформу, из которой по необходимости могут или один, или два, или три, в зависимости от художественной задачи, там, выставки. То есть музея может как бы не быть, а может… Что-то возникать. Может всплывать, да. Вот. А второй музей сделан на основе… Есть такое исследовательское судно, единственное в мире, которое может плавать как горизонтально, так и вертикально. Флип называется. Вот. По принципу поплавка. Да. То есть там Кингстон заполняется водой, и судно становится в вертикальное положение. Вот. И вот как раз для Антарктиды мы придумали такой музей, как бы взять за основу это судно. Вот. И сверху на это судно пристраивается непосредственно такая ферма, которая является экспозиционным пространством, которое может работать как в режиме горизонтального выставки, да, то есть мы можем ходить. А может судно перевернуться, и, соответственно, экспозиция может быть под водой. И зритель, находясь в батискафе, который спускается по этой ферме, может это все дело созерцать. Со своим авангардным проектом Алексей Козырь вполне уместен у нас в Нижнем Новгороде. Огромные водные акватории на слиянии рек и естественные амфитеатры береговых склонов просто предназначены для зрелищных объектов где-нибудь в районе Стрелки или возле Чкаловской лестницы. У нас стоит платформа там на берегу Волги, да. Музеи, они как бы есть, они под водой, да. То есть у нас как бы линия горизонта, она чиста. То есть мы ничего не построили, да. Началась выставка. Как бы к началу выставки всплыл куб и заработали до генератора, и он весь обледенел, да. Это уже само по себе, как бы, да. Когда из воды вылазит куб, который там выдавливается, там это все по гидравлике, там нам считали инженеры, это все возможно, да. То есть как бы вода выдавливает его, и он покрывается льдом, да. То есть у нас появился такой как бы на берегу города ледяной куб, в котором выставка там. Само появление объекта, это уже как бы и шоу, и то, что вот сейчас как бы модные, да, там дома-аттракционы, да. То есть одно дело, когда дом-аттракцион, как будто он у тебя все время стоит, вот эта там такая пережеванная консервная банка, да, как вот. А другое дело, когда эта штука, как будто она появилась и исчезла, да, все ее нет, она никого не раздражает. Здание «Мираж». Здание, которое не раздражает. Идеальный вариант современной постройки в центре исторического города. Это все, что мы хотели вам показать сегодня. Смотрим с надеждами на приближающийся 2016 год. У нижегородцев серьезные строительные планы и немало интересных творческих идей. Вы смотрели телевизионную программу «Видеожурнал «Строй». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова